привет друзья меня зовут юлия капитонова и мы в прямом эфире на телеканале доктор эта программа доктор на работе 8 800 707 08 27 это номер по которому можете позвонить к нам в телевизионную клинику с 3 до 6 ежедневно с понедельника по четверг если у вас есть вопросы которые вы бы хотели задать врачу которого давно не были пришла жара пришла жара во все регионы россии жарко неимоверно и почему-то у многих и у меня в том числе учащаются головные боли почему летом голова может болеть чаще казалось бы причин видимых нет бывает душно ты это понимаешь но иногда нет причина голова болит сегодня мы выясним у кого голова может болеть от кондиционера почему голова может болеть от мороженого и какие еще необычные причины головной боли летом жару могут быть прием ведет врачный в ролик цифровоголог кандидат наук татьяна алексеевна виноградова здравствуйте татьяна Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, телезрители даже. А какая-то физиология есть, почему возникает головная боль летом, но она правда усиливается? Ну, конечно же, есть. Это бесспорный факт, что когда меняется температура, особенно с повышением в сторону увеличения и становится жарко, то мы с вами страдаем от многих-многих факторов нашей окружающей среды. Ну, первое, мы, конечно, с вами при высокой окружающей температуре начинаем больше выделять жидкости. Простите, но мы больше потеем. А если мы больше потеем, то это угроза обезвоживания. Обезвоживание – это очень грозное состояние организма и может вызвать не только головную боль, но и много-много других патологических симптомов. И иногда обезвоживание даже требует госпитализации. Это не так всё просто и не так легко, как кажется. А его можно почувствовать? То есть ты пить хочешь сильнее или как? Не всегда наш организм сразу даёт сигнал, что мы хотим пить. Конечно же, сухость слизистых оболочек будет. Сухость глаза, сухость вортовой полости. Иногда вы понимаете, что вы весь мокрый, простите. Сейчас это бесспорно везде и у каждого. И люди спасаются дома, с закрытой дверью, под кондиционером, либо где-нибудь, где можно укрыться от жары. Но это не всегда сухая кожа. Частенько мы понимаем, что она влажная, но сухая. Обращайте внимание, она начинает быть морщинистая немножечко. Это признак обезвоживания. И при высокой температуре окружающей среды вода – это наш с вами спаситель. И не только от головной боли, от огромного количества, повторюсь, других грозных симптомов. Вода – мы с вами на 80% состоим из жидкости из воды. И вода – это необходимое вещество для нашей хорошей, правильной жизнедеятельности. Поэтому всех призываю обязательно брать с собой бутылочку обыкновенной воды, если вы выходите на улицу при такой высокой внешней температуре. Не забывайте пить. То есть всё время чуть-чуть пить? Чуть-чуть пить. Не ждать, пока захочется, потому что может не захотеться. Может не захотеться. Если захотелось, пить обязательно. Обязательно зайти, купить и глотнуть водички. Многие пытаются пить в этот момент что-то другое, например, кофе. Я очень не рекомендую это делать, потому что кофе по своему основному действующему эффекту – это всё-таки диуретик. А диуретик, после того, как вы выпили кофе, то минут через 15-20 вам захочется стать легче. Вас потянет в туалет. Вы потеряете определённое количество жидкости и увеличите процент обезвоживания в вашем организме. А минеральная вода, обогащённая всякими минералами, полезна для воды для головы? Ради бога, если вы не страдаете желчекаменной болезнью, мочекаменной болезнью. Такая же полезная. Она же должна быть при всём полезна, нет разве? Не всегда, да. Если у нас с вами есть нарушение фосфорно-минерального обмена, фосфорно-кальциевого обмена, если у вас всё хорошо с организмом, если у вас всё хорошо со щитовидной железой, с работой пары щитовидной железы, то без проблем, конечно, да, и обогащённая магнием, обогащённая калием, кальцием – это при натрием, это прекрасная вещь. Получается, при обезвоживании страдают все наши клеточки, да? Все. И в том числе головного мозга. И в том числе, конечно, тоже клетка, одна из самых чувствительных к обезвоживанию. Она начинает, конечно, вырабатывать нервные импульсы совершенно иначе. А вот голова заболела от обезвоживания, выпил стакан воды, она пройдёт? Вряд ли. Вот оно как. Вряд ли. Вот если она уже заболела, значит, уже наступило прям конкретное действие обезвоживания. Вряд ли голова пройдёт прям сразу, здесь и сейчас. Конечно, если вы создадите в этот момент организму правильные условия, то есть если вы в этот момент спрячетесь от жары, если вы в этот момент отдохнёте, остановитесь, примите душ, например, смойте с себя весь пот, который мешает дальше потоотделению. И выписи воды, достаточное количество в жару, нужно употреблять достаточное количество жидкости. 2-2,5 литра для среднестатистического организма – это минимум, который мы с вами должны употреблять в такую погоду. У нас есть звонок от нашей зрительницы. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Часто в жару болит голова, даже сейчас болит. Что делать? Наталья, ну, первое, правильно пить жидкость. Мы только что об этом говорили. Возможно, вы просто не увеличиваете количество потребляемой жидкости в сутки и пьёте столько же, сколько обычно. Первый пункт – это жидкость. Второе, посмотрите, пожалуйста, в чём вы ходите. Ваша одежда – это очень-очень много. Наша с вами одежда, в которую мы ходим, не должна быть синтетической. Она должна быть всё-таки из натуральных тканей, чтобы специально впитывать наш с вами пот. Не надо пользоваться в этот момент большим количеством дезодорантов. Почему? Потому что дезодоранты затрудняют потоотделение, и скапливается интоксикация в нашем организме. Возможно, вы попадаете под прямые солнечные лучи. Будьте аккуратней. То есть это обязательно головной убор, это обязательно солнцезащитные очки и ультрафиолетовые СПФ-крема, которые защищают вашу кожу от избыточного ультрафиолетового воздействия. Это же токсичное воздействие для нас. Возможно, вы просто перегреваетесь. Такое тоже возможно. Либо наоборот. Можно перегреться на улице, попасть домой под холодный кондиционер и получить приступ головной боли. Переход из одной температуры в другую должен быть мягким. То есть не надо из жары сразу в кондиционер в плюс 15, из плюс 30. Это тоже может спровоцировать головную боль. Наталья, а где вы живете? В Москве. Вы в Москве, да. Сейчас очень жарко. А у вас сегодня давно голова начала болеть? Ну, с самого утра. Проснулись уже с ней? Да. Было душно? Да, очень душно. Даже вот сейчас на улице не выхожу. Очень жарко. Но пока немножко прохладно. И дома душно, да, у вас? Здесь? Здесь? Кондиционера у меня дома нет. Будут спасать вентиляторы. Не обязательно иметь кондиционер. Вентилятор самый простой. Это тоже хорошо. Будет обдувать вашу кожу. И вам будет становиться лучше. Два. Увлажнители воздуха. Сейчас в такую жару воздух очень сухой. Очень сухой воздух. Иссушивает наши слизистые оболочки. И не дает правильно отделяться нашему поту. Установите, пожалуйста, дома. Самый простой вентилятор. Больше пейте жидкости. И увлажняйте воздух. Если нет возможности приобрести увлажнитель воздуха, есть очень старый дедовский метод. Знаете, как делали раньше? Раньше брали большое полотенце, холодная вода и на батарею. Не важно, что эта батарея работает, не работает. Это просто пространство, где это безопасно. И когда в этот момент жара действует на мокрое полотенце, то тоже выделяется жидкость и увлажняет ваш воздух в вашей квартире. Тут причина очевидна. Конечно, душно. Душно, Наталья. Вам надо действительно с этим... А цветы можно еще поставить побольше? Это прекрасно. Опрыскивать, они же там еще кислород выделяют. Ну, это надо очень много цветов, чтобы они у нас с вами давали должное количество кислорода. Конечно, это не только, как говорится, маленький процент кислорода, но еще и красота. И выходите гулять, Наталья. Я услышала, что из-за жары Наталья сидит дома, дома душно. А вот куда пойти гулять нужно? В тенечке где-то в парке? В парке лес, где нет прямых солнечных лучей. Ну, конечно же, это не прямые наши улицы сейчас для гуляний. Это парки и леса. И вот можно еще, Наталья, для вас и для всех спрошу. Вот сейчас проснулась Наталья, болит голова. Ну, не сейчас проснулась, проснулась утром, болит голова до сих пор. Чтобы выйти погулять, хочется, конечно, эту головную боль убрать. Это таблеточку выпить надо? Душ. Попробуйте сначала без таблетки. Таблетка – это крайний вариант, когда вы все поперепробовали, ничего не получилось. Ну, тогда, конечно, любой монопрепарат, противовоспалительное средство, конечно, будет вам в помощь. Но сначала попробуйте принять прохладный душ. Сначала попробуйте все-таки попить достаточное количество воды. Она не должна быть холодной, она должна быть теплой температуры. Не просто так у нас в азиатских странах местные жители пьют горячий чай, да? Не просто так. Они пытаются таким образом уравнять, приблизить температуру своего собственного тела и окружающей среды, чтобы меньше был процесс потоотделения задействован. То есть мы предпочитаем не холодные напитки, как мы привыкли это делать. Это неправильно. Теплый, либо даже горячий напиток будет вам в помощь. Это хорошо. Если же вы все перепробовали, ничего не получилось, конечно, примите противовоспалительную таблетку из вашей аптечки. Самую простую в обычной дозировке. Не в большой, в обычной дозировке. И гулять. И гулять в парк, к водоему, в лес. В любом районе Москвы сейчас есть такая возможность. И в любом городе есть действительно где прогуляться. И парки, и тенечки, и все, что можно. Но только не под прямыми солнечными лучами. И ваша рекомендация по поводу солнцезащитных очков. Обязательно. Солнцезащитные очки избавляют от большого количества приступов головной боли. Потому что это прямой солнечный свет. Он раздражает сетчатку. А сетчатка у нас в мигглаз. Это часть мозга, вынесенная наружу. И прямой солнечный луч является прямым триггером для развития приступов головной боли. Закрывайте, пожалуйста, свои глазки. Наталья, спасибо вам большое. Мы желаем вам, чтобы сегодня, в ближайшее время, ваша головная боль прошла. И, зная рекомендации, которые Татьяна Алексеевна озвучила, не возвращалась больше к вам этим летом. Ну, если возвращалась, то очень-очень редко. Татьяна Алексеевна, вы сказали, да, чтобы не пить холодный напиток, для того, чтобы меньше, получается, потеть. Всё верно. Потоотделение процесса. И не обезвоживаться. Не так сильно, да. Не обезвоживаться мы не можем. Мы в любом случае будем выделять. Мы всегда выделяем с потом, с дыханием, мы всегда выделяем жидкость, а вместе с жидкостью токсичные вещества. Да, это правильный рациональный путь очищения организма. Но, когда это избыточно, когда всё избыточно, в том числе и потоотделение, тогда это плохо и угрожает организму. А головная боль от мороженого, вот эта необычная головная боль, она связана с этим механизмом или каким-то ещё? Нет, конечно, с другим. Мороженое здесь наоборот. Мороженое у нас с вами не влияет никак на процесс потоотделения. Дело в том, что когда мы с вами пытаемся охладить себя в жару, выпив холодной воды, либо съесть мороженое, для нас с вами это вообще привычка, да, национальная мороженое, в любое, кстати, время год, то люди, склонные к головной боли, могут получить приступ. Это не всегда говорит о том, что головная боль обязательно будет. Нет, ни в коем случае. Но если у человека есть предрасположенность к развитию, например, мигрени, то съев очень быстро холодное мороженое, мы с вами раздражаем так называемые ганглии тройничного нерва и можем вызвать приступ мигренозной головной боли. Это не значит, что мороженое нельзя есть. Конечно же, нужно и можно, это хорошо, приятно, вкусно и полезно в разумных дозировках. Но не надо его глотать. Пожалуйста, не ешьте его сразу, прям кусочками. А я вас очень прошу... Мозг замёрзнет. Ну, мозг не замёрзнет, но тройничный нерв может отреагировать. Обезопасьте себя. Да, это в ваших силах. Мороженое мы едим медленно, аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы у нас с вами постепенно мороженое растворялось в ротовой полости и не попадало большими-большими замороженными кусками. А вообще, когда бывает, съешь мороженое, так откусишь или холодной воды выпьешь, и вот здесь вот прям так больно. Все верно. Это оно? Это оно. Это оно? Это оно. Это прямо аж иногда говорят, зубы свело, не могу, не могу. Да, это как раз тройничный нерв отреагировал и сказал вам, что ай-яй-яй, вы переборщили, не надо, не надо этого делать. Аккуратнее. Вспомните наши бабушки когда-то, давно-давно, ещё в советское время, в жару, именно в жару деткам мороженое, я помню, моя бабушка так делала. Плав, плавили. Плавили. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть подплавляли, то есть вкус оставался, и оно оставалось таким прохладным, но не замороженным куском. А я только такое люблю. Ну вот, понимаете, это несколько опасно. Если вы не страдаете мигренью, то ради бога, можно попробовать. Но если у вас есть такая предрасположенность, то лучше не надо. Вот я мягкая как раз-таки люблю. У нас есть звонок от Ирины. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте. Из Тюмени. Какая у вас погода в Тюмени, Ирина, расскажите? Ой, жарко. Жарко сколько? 30 есть? Ну, есть, да. Ой. Голова болит у вас, да? Расскажите, пожалуйста, что у вас за проблема? Ну, голова болит, и в жару, конечно, чувствую себя неважно, и вся такая непонятная. У меня вопрос такой. Вот я слышала, что Татьяна Алексеевна сказала, что кофе пить ни в коем случае нельзя. А вот нутрициологи советуют пить какой-то бронекофе, кофе, будь то с маслом, даже с кокосовым. Это можно или это тоже что-то из области фантастик? Какой интересный рецепт. Расскажите, что это? Смотрите, в чем дело. Кофе нельзя пить в больших количествах. Если мы речь ведем о маленькой чашечке свежесваренного кофе, да ради бога, даже в жару. Но мы русские люди, поэтому, к сожалению, у нас очень мало есть преград. И чаще, если мы любим кофе, то пьем его в больших количествах. Теряем жидкость, потому что кофе диуретик. Что касается нутрициологических вот таких правильных приспособлений для того, чтобы употреблять тот или иной продукт верно и чтобы он лучше всасывался, без проблем, конечно же, можно слушать нутрициологов, а иногда даже нужно. Но здесь имеет значение не то, с чем мы с вами употребляем кофе, а сколько в нем кофеина. То есть не имеет значения кофе с молоком, кофе с кокосовым, на кокосовом молочке, на кокосовом масле, на чем хотите. Дело в концентрации кофеина в данном напитке. Именно кофеин тот психостимулятор, за счет которого и работает сам кофе как напиток. Конечно, мы любим не только его за счет психостимуляции, мы еще любим его за счет аромата, вкуса, запаха. И это как будто бы перекус. Да, но это неправильно. Это неправильно. Кофе – это психостимулятор утренний, чтобы зарядить вас бодростью и разбудить вас на утро. Но на самом деле кофе – это большой-большой обманщик. Он не дает вам, если вы будете разбираться в действии кофеина, как молекулы, то он не дает вам больше энергии. Дело в том, что наш организм имеет возможность сообщать нам о том, что он энергетически устал. То есть энергетические запасы, клетки вдруг, все, они закончились, ресурсы. И в этот момент мы с вами чувствуем усталость, разбитость, сонливость. То есть организм говорит – отдохни, передохни. Это все связано с аденозиновым рецептором. Что делает молекула кофеина? Она затормаживает вот этот механизм усталости, и данный рецептор не понимает, что ему надо прекратить работу. Мы просто перестаем чувствовать усталость. Это самообман. Ресурсы мы ниоткуда не берем. Поэтому кофе – это не очень правильный психостимулятор. Не надо им перебарщивать. В разумных количествах это прекрасно. Первая половина дня – это прекрасно. С чем вы его будете смешивать и употреблять, не имеет значения. Важна концентрация кофеина. Ирина, вы любитель кофе? Ирина? Дело в том, что я думала, что именно кофе за счет этого добавления масла поможет справиться с жарой. Вот я о чем думала. Нет, с жарой, как от жары. Никак не справиться. Наоборот, кофеин не даст вам возможности справиться с жарой. Это, повторюсь, обман вашего собственного организма. Мы сами себя обманываем психостимулятором. И кофе, да, с чем бы он ни был, приводит к диуретическому эффекту. То есть вы теряете, наоборот, жидкость, чем усугубляете свое состояние в жару. Теплая вода. Теплая вода, абсолютно верно. Горячий чай. Причем черный, потому что зеленый тоже является психостимулятором и диуретиком. Лучше, конечно, наш традиционный... Целудский чай. Наш черный чай. Помощь. Спасибо большое, Ирина, за ваш звонок. Мы желаем вам провести это лето без головной боли. Татьяна Алексеевна, очень интересно вы сказали про перепады температуры. И я подумала. Захожу в комнату, и у меня в одной комнате там есть кондиционер, другой нет, в одной есть, а третья вообще ванна, там еще жарче. И получается, что как бы перебежками я захожу, и я уже понимаю, что у меня сейчас будет холодно. Но это же как бы нормально. То есть кондиционер, он же должен охлаждать. Вот как-нибудь научите меня так пользоваться, чтобы не было резкого перепада температур, и от этого не болела голова. Ну не ставьте кондиционер, пожалуйста, на плюс 16 и плюс 18. Да, если у нас с вами на улице плюс 30, то не надо кондиционер устанавливать на плюс 15. Это будет катастрофический перепад для ваших сосудов, и они будут возмущаться. Насколько градусов можно? Ну давайте в пределах 10, пожалуйста. То есть на улице, если у нас с вами 30, ну поставьте 25. Поставьте плюс 23. Этого будет достаточно, чтобы вы ощутили прохладу, чтобы вам стало легче дышать и лучше себя чувствовать, но вы не будете испытывать катастрофический перепад внешних температур. Не надо этого делать. 10 – это максимальное количество. Обычно 5, обычно 7 градусов, и этого вполне достаточно. И получается, не спазнируются сосуды, да, и не болит голова. Абсолютно верно. В этот момент мы просто не испытываем большого... Мы не роботы, мы не очень быстро адаптируемся к всем внешним изменениям. И в нашем организме огромное количество рецепторов. В том числе и терморецепторы, барорецепторы. Их много-много-много. И мы реагируем, наша сосудистая стенка, особенно микрокапилляры, реагирует практически на любое изменение. Не просто так мы говорим о том, что есть действительно метеозависимые, метеочувствительные люди. Кто-то аж предсказывает погоду лучше, чем каждый барометр, правда? И кто-то говорит, ну, у меня что-то как-то не очень хорошо сегодня я себя чувствую, у меня заболела голова. Точно пойдет дождь или завтра будет жарко, потому что сегодня прохладно. Уже идет изменение давления, уже идет подготовка, и ваш сосуд уже это чувствует. В этот момент он начинает перестраиваться. Но в отличие от многих, организм у всех разный. И момент адаптации, он генетически заложен в вашем организме. Насколько быстро будет перестраиваться ваш сосуд, ваш рецептор, насколько будет ярко реагировать на изменяющийся фактор внешней среды, это только генетики известно, причем вашей лично. Откуда берется метеозависимость? Опять-таки, это генетика, это предрасположенность. Так или иначе, конечно, это не все люди умеют предсказывать погоду. Не у всех людей на изменение погоды болит голова. Не у всех есть головная боль на жару, на холод, на мороженое. Это все изначально индивидуальные особенности этого организма. То есть ДНК заложенной, конечно, мы имеем возможность адаптироваться и тренировать себя. Да, тренировки это очень-очень большое дело. Но не просто так люди, да, если человек посещает спортзал и не посещает спортзал, разная же мышечная масса, правда? Разное мышечное будет развитие данного организма. Ведь из одного и того же организма, если его правильно питать, давать правильные нагрузки в спортивном зале, если он будет посещать бассейн, не будет вредных привычек, то это будет одна форма тела и самочувства. Возьмем ту же самую ДНК, ту же генетику и сделаем с точностью, да, наоборот. Будем неправильно питаться, будем есть фастфуд, будем пить газировку сладкую, не будем посещать спортзал, будем сидеть перед компьютером без нагрузок, не плавать и так далее. Ну, кто сам себе выбирает что? Ну, и представляете, что будет? Это же будет два совершенно разных тела. Они, конечно, будут по-разному реагировать на внешние раздражители. Поэтому, друзья... Тренировки это очень важно. Да, и не просто в спортзале, еще и прогулки. И не только. Особенно летом. И не только. И контрастный душ прекрасная вещь для того, чтобы немножечко тонизировать ваши сосуды и адаптировать к готовящимся изменениям внешней среды. Дорогие друзья, мы говорим о головной боли, почему она часто возникает летом вместе с Татьяной Алексеевной. Мы продолжим этот важный разговор через несколько минут после небольшой рекламы 8 800 707 08 27 наш номер, по которому можете позвонить и проконсультироваться с Татьяной Алексеевной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok